Детские коляски, велосипеды, санки в подъездах многоквартирных домов – дело привычное. Но с 1 января этого года оставлять их на лестничных площадках запрещено законом. С таким решением не все жильцы согласны. В непростой ситуации разбиралась наша съемочная группа. По новым правилам пожарной безопасности с 1 января этого года хранить в подъездах спортинвентарь, детские коляски, санки и мебель нельзя. Нарушителям придется заплатить штраф до полутора тысяч рублей. За состоянием эвакуационных путей необходимо следить в общих коридорах, в лифтовых площадках. Также на лестничных площадках необходимо соблюдать чистоту и порядок, не загромождать пути эвакуации различными предметами, в том числе ящиками из подаващей, а также устанавливать на лестничных площадках кладовые, если данные кладовые не будут осмотрены проектом на дом. Некоторые пункты документа уже вызвали возмущение у жильцов. Многодетный отец не знает, как справляться с этой ситуацией. У него 8 детей. Без коляски им никак. Только вот ставить попросту некуда. В квартирах не хватает места. Балконы есть не у всех. Во многих домах отсутствуют лифты. Два инвалида у меня. Оля тела одна, а Руфиня у меня старше 14 лет. Она гулять хочет, но ходить она сама не может. Сейчас в новых домах есть внизу специально уделено место. Но у нас таких нет. Приходится так обходиться. Однако есть и те, кто полностью поддерживает новые правила, так как оставленные в местах общего пользования вещи мешают свободному проходу. Все-таки надо будет там мешать. Надо думать о других людях тоже. У нас есть машина. Багажники машины. Одну часть багажника оставляем, другую в салоне. К этому, наверное, нужно отнестись посерьезнее. И все-таки это личный транспорт маленького человека. И все-таки стоит их беречь. Мы обычно сразу домой заносим. Как-то в подъезде страшно оставлять, потому что, я не знаю, мало ли бывает. Поджигают. Вот в последнее время я слышала. К сожалению, это не просто слухи. Не хотелось бы так думать, но, похоже, агрессивно настроенные соседи, которым мешают коляски в подъездах, решили бороться с ними далеко не гуманным способом. Впрочем, это могут быть и хулиганствующие подростки. Участились случаи, когда у нас горят коляски на лестничных площадках. На территории Чувашьей Республики с начала года три коляски уже сгорели. Причинами данных пожаров послужил поджог. Все материалы дел переданы в МВД Чувашьей Республики для дальнейшего их расследования. Правила пожарной безопасности раньше не допускали хранения крупных предметов в подъездах, однако требования до сих пор массово игнорировали. Сейчас это прописано в законе. МЧС Чувашьей Республики рекомендует убрать с эвакуационных путей предметы, препятствующие свободному передвижению, чтобы в случаях пожара уберечь себя и своих близких от опасности. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Продолжение следует...